Добрый день, добрый вечер. Хочу показать вам свою новую униформу. Сказать, что каждый год, я часто обновляю их, выпускают материалы более-более удобные, встречи. И очень тонкая. Я вот сегодня по коридору шла, мне прям ветром все тело пробирало от того, что я шла, и кондиционер работал. Это же хорошо. Во-первых, если даже когда морожь старичков, вода попадет, то высыхает быстро. Поэтому самое главное, что можно, видите, плечами работать, все, ничто не мешает. И точность такого же материала, штанцы тоже тянутся. Очень удобно, я люблю, чтобы было свободно, не мешало. И очень даже удивлена. Вроде и те у меня хорошие, но вот трогаю на ощупь. Такая тонкая вообще. Все-таки все равно технологии работают над материалами. Тем более для работы они именно делают так, чтобы... Вот спортивные тоже же... Я помню, первое время ходила в хлопчатобумажной футболке. У меня пот прямо вот тут вот все было мокрое, видно все. А потом стала спортивные вещи одевать, и пота-то не видно в них, понимаете. Ты потеешь, и сразу сохнешь. Он испаряется сразу, не впитывается. Ну, не знаю, вот объяснила вам. Для работы, я же все для работы, для спорта удобны такие материалы. Может быть, для обычного отдыха в жарких климатах, конечно, хлопок самое лучшее. Ну, вот похвалилась я материалом, не могла удержаться. А еще сегодня говорю на работе, говорю, вот покупаю, говорю, новые себе униформы. И тут же у меня в голове мысль такая. Что же на пенсию? В 62 можно на пенсии. Куда я запасаюсь-то униформами? Не чувствую я, понимаете, что на пенсии, потому что знаю, что все равно буду работать долго, чтобы не отказывать себе в самых элементарных каких-то мелочах. Потому что на соушиал секьюрити, который буду выплачивать, на него не разбежишься покупать. Покупать, кушать что хочешь и одевать что хочешь, это будет недоступно. Поэтому пока силы есть, будем работать. И еще почему в 62 года, в этом году мне будут, допустим, я сегодня вот разговаривала с Робекой, ей 74 года, да? Она говорит, здоровье есть, чего не работать. А в 62, если я выйду на пенсию и буду получать соушиал секьюрити, то будут ограничены количество часов на работе. Я не смогу работать в фулл тайм, полные часы. Нужно будет только какое-то определенное количество часов работать. Поэтому я, понимаете, когда не фулл тайм, не постоянные часы, а тебе то поставят утром, то поставят вечером, то позвонят тебе, выйди срочно. На такое, конечно, уже в моем возрасте я не хочу идти. Это стресс, это стресс. Сейчас я уже в одну смену привыкла, в одно время, меня-то все устраивает. И не хочу я менять, поэтому... Короче, еще рано говорить, еще мне ничего не предлагали, еще мне 62 не исполнилось. Но уже узнала, что только в 65 можно и работать полные часы, и получать пенсию. А в 62 ограничения. Государство не обдуришь нигде, ни в какой стране. Ну, не знаю, вот объяснила, как могла. Еще вот хотела вам такую тему, знаете, сказать. Часто иногда смотрела, раньше особенно больше передачи, что вот ухаживают за пожилыми, и все равно почему-то они с синяками бывают. Что обвиняют потом, что недосмотрели, недоухаживали за ними. Так вот вам хочу сказать, у нас на этаже ходячие бабулечки, две, в одновременно практически, в один день оказались с такими синяками, что у них оба глаза вокруг синяки, как ракун. Знаете, ну, большеглазые вот эти животные прыгают. Вот, дикие животные, ракун. Вот. Это просто, вы знаете, одна, значит, упала, ударилась лбу. Мне вот такие, сейчас они уже желтеют. Другая упала, ударилась носом. Ну, так. И, пожалуйста, 24 часа в сутки, но они только, когда упали, тогда только приглашают прийти. О, кстати, запикала. Ну, это не на моем этаже. Вот так вот пикают, когда они нажимают, значит, кнопочку на груди, у них висят эти пенданты. Или на стене можно дернуть, если дотянутся. И тогда уже мы приходим и, как говорится, помогаем. По крайней мере, чтобы не лежали там в крови, или если нужна помощь. В любом случае отправляются в госпиталь сразу. Обоих их обследовали, чтобы не было кровотечений где-то там в голове, или еще где-то раз упали, ударились. И вот они теперь друг дружку, они знают. В столовой подошли друг к дружке. Ну, вы знаете, вот и смех, и слезы. У обоих, у обоих оба глаза, вот такие вот разводы, сине-желтые, огромные вокруг глаз. Такова жизнь в старости. А я все на ус мотаю. Поэтому и танцую. Кстати, танцы я записала, это одно занятие часовое. Просто я их разделила на несколько частей. Потому что час вы смотреть не будете. А так, понемножку показываю, что за один час сколько разных танцев, разной музыки пропускаешь через себя. Это, конечно, я считаю, самое лучшее хобби у меня в данное время. Это ходить на танцы и на йогу. Поэтому спасибо вам за просмотры, за добрые комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok